Лично я общаюсь о деньгах. У меня ситуация не очень хорошая. Деньги ищу. Вы знаете, вы здесь не одна. Здесь много людей ищут деньги. Я знаю. А что у вас с ситуацией? В четверг родители уехали в другую страну. Я с младшей сестрой одна дома. До вторника нам надо как-то выживать. На карте 19 рублей. А куда они уехали, родители? В Украине. Здравствуй. Здравствуй. Как делишь? Отлично. Ой, шикарно. Это хорошо. Новости читаю. О, и как там? Есть положительные новости? А в России могут быть положительные новости в сегодняшнее время разве? Пока Путину в власти никаких положительных новостей не будет в России. Ну, будет, но мало. Да. Мало. Ты служил когда-нибудь? Нет. Я просто сейчас вот новости читаю. Командир танкового взвода в Забайкале избил призывника за несобранный пулемет и отсутствие интереса к службе. Как тебе такие новости? Как думаешь, командир? Да, сам. Командир таким образом убедил человека, что все-таки армия вот хорошая, чтобы был энтузиазм у человека служить? Или начисто отбил у него это желание? Скорее начисто отбил, да. Но как ты думаешь, в России, российская армия, она хорошая, сильная, настоящая, честная? Или коррупционная, подлая? Есть такие. Ну, коррупционная это да, но именно если брать индивидуально каждого человека, то у каждого человека есть свой патриотизм внутри. Ну, смотри, мы сейчас. Патриотизм на хлеб не намажешь. Патриотизм в автомат не вставишь, патроны нужны, да, и так дальше. Патриотизм не сможет сделать так, что у тебя будет оружие пятого поколения, правильно? А если есть коррупция, то всегда будет промышленность находиться в очень плохом состоянии. Одно дело говорить, что мы крутые, что у нас армия сильная, что у нас так все классно. А другое дело, на самом деле, что происходит? Не, ну если так, возьмем, допустим, почему тогда во всем мире, почти в каждой войне, наши солдаты? В смысле в какой войне? Со слабыми ты имеешь в виду? Ну, смотри, Азербайджан, Армения, да, Армении помогала Россия, Азербайджану помогала Турция. Чем исход закончился этой войной? Ну да, я знаю. Вот этим все сказано. И сегодня российский... Миротворцы наши же там сейчас. Дело не в том, что миротворцы. Миротворцы это все понятно, но тактические задачи Азербайджан выполнил. А Армения полностью проиграла в тактическом ходе действий, правильно? Пашинян полностью под Путина. Ну, Пашинян под Путиным. Но дело в том, что Пашиняну помогал Путин и ничего не смог сделать. Как только в армии участвовала еще одна какая-то страна, помогала, да, с оружием, которое лучше, чем российского производства. Одно дело говорить, мы самые крутые, у нас самое сильное, у нас самое четкое. Это все говорит-то каждый может. Вы знаете, когда вот бокс начинается перед боем или там единоборства какие-то, да, два соперника всегда кричат, что они сильнее. Один кричит, я сильнее, другой кричит. И бывает так, что очень часто можно посмотреть такие поединки, да, когда человек говорит много, а второй человек почти ничего не говорит. А потом, когда на ринг выходят, и сразу все становится понятно. И тот, который говорил много, получает очень быстро и проигрывает бой очень просто. Так, в принципе, обстоят дела и с Российской армией сегодня. Это же видно на мировой арене, что чувака вагнера там захотели там вышки захватить, сунулись им сказали, не лезьте, они все равно уснулись. Их всех покрошили там. В Азербайджане война. А все почему? Потому что мы начали разговор с чего? Если есть коррупция, если есть подлость у армии, если нет чести у армии, она не может быть сильной. Потому что, если это есть коррупция в высших эшелонах, она есть и в нижних эшелонах власти. Если есть подлость у высшего офицерского состава, то точно так же есть и у ВДВшников, которые бегают и бутылку об голову бьют. Оно все взаимосвязано. В России есть офицеры с честью, но, к сожалению, их вот так вот, если посмотреть, их не видно. Они где-то есть, но их не видно. Потому что, если бы была офицерская честь, не было развязано столько войн, не было бы захвачено территории, которые не принадлежат России. И Россия бы не вела себя так на мировой арене, как она себя ведет сегодня, в 21 веке. Он понял, что я его записываю. Ребята, вот так вот, понимаете? Он понял, что я его записываю, и поэтому он, естественно, быстренько переключился. Но на самом деле все именно так и обстоит в российской армии сегодня. Как армия может быть сильной, если ей руководят коррупционеры? Так во всем. Если человек сегодня заходит в какой-то высший эшелон власти, и ему не хватает каких-то денег, он будет воровать. И причем остановиться он не сможет никогда. Потому что, если внутри у него есть вот эта вот коррупционная составляющая, она у него будет всегда. Ему всегда будет мало. Он может обидеть на Путине и на всей его банде. Миллиардеры уже, да, уже казалось бы, сколько денег можно, сколько нужно. И все равно дворцы строят, и все равно. Почему? Потому что у них также есть и дети, и внуки, и жены, любовницы и так далее. Им всегда будет денег не хватать. Как-то так. Пойдем дальше. Здарова. Привет. Фига, у тебя светло, блядь, как бы днем нахуй. Что, день? Ну да. Блин, прикольно. Где-то в Америке живешь, что ли? Ну да. Красава. Что там, как у вас в Америке? Да нормально все. Отдыхаем сейчас. А у вас России, блядь, нет. Что, что? У нас в России не херпили жопу. Почему-то? Двигаемся, блядь, не ходим. Двигайтесь куда? Как можем. Ну и выживаем, как можем. Какие прогнозы у вас на Россию? Плохие прогнозы, не знаю. Ну, блядь, я не знаю. Я особо не в этом не сведусь в политике. Ну вот сейчас я как раз тут новости читал по поводу Северного потока. Уже 18 компаний отказалась страховать Северный поток-2. Вот сейчас последняя компания в Глюнихе. Компаниями Юниками. Куда строить? Эти же, в смысле, это все бабки, они куда строят? Там у них свои темы. Я, блядь, вообще-то не беру близко к себе, потому что я вообще этого, это ко мне вообще не коснется. Я обычный человек, простой. Северный поток, это другая тема. Это вообще для других людей. Как бы. Нет, но для России тоже играет, она для вас тоже играет роль. Северный поток играет роль для вас тоже. Для каждого жителя России, я думаю, играет роль. Потому что это... Нет, нет. Там геополитика. Ты хоть, ты, блядь, ты... Ты хоть здесь, блядь, построй северных потоков нахуй. Тут, блядь, два... Короче, моя жизнь не изменится, поверь мне. Но она же изменилась. Сам, блядь, личный человек, ты не понимаешь этого? Скажи мне, а что, за последних 10 лет, разве твоя жизнь не изменилась? Да нихуя ничего не изменилось. Ну разве хуже не стало за последних 10 лет? Вот с момента санкции, доллар по 75. Ну не знаю. Пенсионный возраст подняли. Что-то хуже там, кто-то учился, что-то, я не знаю. Я вот высшее образование закончил, я не знаю. Там, блядь, пока я закончил... Нет, не стало лучше, короче. Нет, лучше, конечно, не стало. Я знаю, что становится хуже в России. Я же общаюсь здесь с людьми разными в чате рулетки. То есть все жалуются. Говорят, что хуже, чем много в России. Нет, лучше. Даже не в чате рулетки дело. Просто здесь такое тело. Я вижу, как живут мои родители, как живут пенсионеры, как живут люди, в смысле, которые не работают даже. А как он кажется, почему они так живут? Почему, в чем причина? Не знаю, честно. Я не вхожу в эту тему, но я думаю, что надо власть менять. Я не знаю, что делать. Ну а как его менять? А как его менять? Он же не уходит. Он же говорит, что это будет. Но он выглядит так, что никогда не уйдет. Он дохлит и не уйдет. Его никто не любит здесь. Его все ненавидят. Его любят, знаешь, кто? Только полиция, военные. Кого он прикормил? То есть, кому он дает квартиры, кому он дает деньги. Его остальные люди, простые люди, его не любят вообще. Это 80% населения. А почему тогда вот я общаюсь здесь в чате рулетки? Многие говорят, нет, вот Путин, он красавчик, он молодец, все правильно делает. Это они просто так говорят? Не знаю. Не знаю, дружище, не знаю. Вот для меня, я живу в обычном провинциальном городе. Работаю на обычной работе. Мне это, знаешь, это не то, что какие-то там Навальные, там кто-то у нас там есть. Я вообще насрать на них. Мне главное, чтобы моя жизнь, моих детей была, жизнь хорошая. Хорошо, тогда вопрос. А вот почему-то тогда, когда вот выходили люди, ну, Навальный говорит, выходите все, даже не за меня, а просто так выходите, чтобы вам жизнь улучшить свою. А почему так мало людей вышло? Почему никто не собирается выходить, не оставить? Ну, блядь, боятся люди, боятся. Ну, возможно, не знаю. Ну, а раньше ж так не было, на грудь. Ну, раньше ж так не было. Когда, блядь, в девяносто первом году, блядь? Или что ты имеешь в виду сейчас? Ну, даже, я бы сказал, даже в 2005 году. А, я просто имею в виду, говорю, когда, блядь, танки стреляли по Кремлю, или когда ты имеешь в виду, когда, блядь, военные были за власть? Нет, нет, ну, танки, военные, это другое. Я имею в виду, даже после этого. Люди же могли говорить, что они хотели. Они выходили, всякие были митинги, я помню. И людей не задерживали. Я не знаю, я в этом году сам в армии срочек служил. Это жалко. Ну, вот так, ребята. То есть, даже уже знают, что я из Америки, потому что я под ВПН сейчас, под Российскими, и он все равно понял, что из Америки. И вот так, плохо там все. И Путина 80% людей ненавидят. Вот это мнение народа. Но все боятся, никто ничего делать не собирается. Как-то так. Привет. Привет. Как дела? Отлично. А у вас как? Да, тоже хорошо. О чем общаетесь в чат-рулетке здесь с людьми обычно? Ну, как? Лично я общаюсь с деньгами. У меня ситуация очень хорошая. Деньги ищу. Вы знаете, вы здесь не одна. Здесь много людей ищут деньги. А что у вас с ситуацией? В четверг родители уехали в другую страну. Я с младшей сестрой одна дома. До вторника нам надо как-то выживать. На таре 19 рублей. А куда они уехали, родители? В Украине. В Украину? А вы сами из Украины? Ну, вообще, да. А что вы делаете, простите за вопрос такой? Вы давно вы делаете? Ну, уже 7 лет тут живу. А почему родители решили уехать в Украину сейчас? В гости к родственникам. А в какой части Украины вы жили, если не секрет? В Луганск. А вы из Луганска? Так родители вернулись в Луганск именно или в другую часть Украины? Они поехали в Луганск к родственникам. А, понятно. А почему вы говорите Луганск в Украину? Потому что в основном люди из России говорят Луганск это ЛНР там или Донецк это ДНР. А вы так, они уехали в Украину? Ну, да, это ЛНР, но как ни крути, для меня это как было Украиной, так и осталось. А для ваших родителей? Ну, не знаю, честно. Не интересовалась. А вам где больше нравится жить? Больше в России или Украине? Ну, я с 9 лет живу в России, как бы сейчас мне больше нравится тут. А как же вам, вот где посетительство, как вам может нравиться в России, если у вас 19 рублей всего осталось, чтобы прожить? Как так получается? Ну, это... Сейчас, соображу. Сестра учится в школе, я учусь в колледже. Иногда выхожу на подработки в магазин одежды. Вот. Сейчас родители уехали, денег оставили очень мало, мы вот купили покушать еще в четверг. Сейчас все закончилось, денег на карте и вообще нет, в принципе, ни наличкой, ни на карте. Вот. А почему родители не оставили вам денег? Они оставили, но немного. Просто у нас в общем в семье не очень хорошая ситуация, вот так получилось. А когда вы жили в Украине, у вас была лучшая ситуация или хуже? Ну, до вот этих всех военных действий было все замечательно. Ну, вот вы сейчас уехали, живете в России, да, вы говорите, что вам нравится в России, но при этом родители почти ничего не зарабатывают в России, вам оставили копейки на проживание, а сами уехали в Украину. А почему родители так относятся к вам? Почему они не... Да, почему так относятся? Сколько они смогли, столько они оставили. Ну как, ну если вы дети, они же не могли вас оставить без еды. Вы же не можете жить и находиться в квартире. Нет, ну, то понятно, они, мама, она готовила, оставила нам покушать, я тоже вот готовила на днях, но все равно не хватает, мы вдвоем, как бы, если бы я одна жила, я бы курицу одну пожарила и хватило бы надолго. А они надолго уехали, родители? Нет, во вторник должны приехать. А они поехали в Украину работать или они поехали в Украину просто погулять? Ну там и с работой связано, и к родственникам съездить, увидится. В Луганск, правильно? Да. А они уже граждане Украины или России? Они еще граждане Украины или России? В России. А вы украинский, а вы украинский язык еще помните или уже не говорите на украинском языке? Я и не говорила на украинском языке. Но вас в школе преподавали украинский язык в Луганске, где вы учились? Да, я три года проучилась в украинском классе, но после этого я уже... Сколько получается? Шесть лет после этого я проучилась в российском классе. Ну правильно, но все равно корни есть корни. То есть если вы три года учились, вы были ребенком, вы по идее должны помнить украинский язык. Нет? Нет, ну то есть я могу, как бы вот, если фильм какой-то смотрю, я понимаю, что там говорят и так далее, но разговаривать я не могу. Ну вы знаете, в чем разница между рушницей и поляныцей, например? Еще раз. Значит, что такое рушница или поляныця? Не-а. Не знаете, да? Нет. А вам интересно вообще, живя в Луганске, изучать было украинский язык? Или вы не хотели? Или ваши родители вас никогда не хотели приучить говорить на украинском языке? Вы замолчите. Ну, ситуация такая, передо мной, у меня старшая сестра есть, она училась в русском классе, а потом, в дальнейшем, когда поступила в колледж, там все было на украинском. И родители решили, что у меня надо отдать украинский класс, чтобы я сразу знала язык. Но вы не жалеете, что вы уехали из Украины в свое время? Нет, не жалею ни капельки. Ну, вот, а сейчас то, что происходит между Украиной и Россией, вас это не смущает никак? Ну, то, что вот идет война, самое настоящее. Вообще все равно. Вообще все равно. А вашим родителям? Ну, я не знаю, не интересуюсь. Ну, вот, как бы, вроде и все равно, вроде и нет. Ну, вот, а если, к примеру, взять, что у вас же, когда жили в Луганске, и у ваших родителей были друзья, знакомые, эти сейчас знакомые находятся на другой стороне баррикады, может быть, некоторых из них ранило или, не дай бог, убило, вам действительно все равно? Ну, одного папиного друга, да, там ситуация сложилась, да, то есть умер, все. А все остальные друзья, родители, кто на севере, кто тут тоже в Белгороде, кто где? Ну, в Украине тоже много людей уехало. В Украину уехало тоже очень-очень много людей из Луганска, из Донецка. Сейчас, сейчас жизнь в Луганске и Донецке, жалко. Ребята, вот так, понимаете, родители оставили и уехали в Луганск по своим каким-то делам. 19 рублей на карте, ну, естественно, она может и придумать, и все, что угодно. Но сама подача, да, то есть мне нравится Россия, но у нас 19 рублей всего есть. Даже если эта девочка обрет, все, все равно, то есть она преследует какие-то свои цели. И сейчас и в Луганске, и в Донецке, и те люди, которые говорят о том, что как там сейчас замечательно, и как там сейчас все хорошо, на самом деле все прекрасно понимают, что происходит в Луганске и Донецке. Но тем не менее, девушка сказала как? Они уехали в Украину, в Луганск и Донецк. Это я как бы по привычке говорю. Этим все сказано. То есть даже те люди, которые находятся, и это же, она не просто так говорит, правильно? Это значит, родители точно так же внутри семьи говорят об этом. Несмотря на то, что, как я понимаю, все они уехали в Россию, им нравится русский мир, Путин, и то, что Путин там им обещал. Еще многие из них давно уже разочаровались и понимают, что ничего из того, что там им рассказывали и говорили, вот эти все сказки, ничего из этого не будет. Украина поднимается, а Россия еще больше опускается. Я имею в виду в свободах. А если опускается в свободах, значит все будет опускаться так же само. И финансово тоже. Как-то так. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А я вам всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова